Сегодня опять будет болтовня на канале. Это просто тихий ужас. Это вот просто, я не знаю. Встала возле порога, обувь одела. И стали побыстрее бы выйти оттуда. Куда дальше пойдем? Все? На сегодня все? Всем большой привет. Добро пожаловать на канал. Мы опять как Марусики закутанные. Идем смотреть квартиру. Сегодня опять будет болтовня на канале. Кто-то мне написал. Можно поменьше болтовни и съемок города, а побольше ногтей. Девочки, идите на ногтевой канал. Там ногти. А здесь влоги. У нас сегодня квартира. Двушка, да? Старая часть города. Практически в центре. Кирпичный дом. Третий этаж. Вот. И там квартиранты живут. Две девочки. Еле как выбили просмотр. Не хотят продавать квартиру. Риэлтор, главное, этот никак не мог определить, когда нам прийти на просмотр. Я говорю, интересно вообще, хозяин, который продает, он знает, что его квартиру так продают. Так. Вот у нас администрация. Центральный парк. Вон там дальше. Вот за этим домом наши дома. А мы идем сейчас недалеко. Вот за этими домами. Там идут уже кирпичные трехэтажные дома. Отделение почты. И вот эти домики. Там где-то вглубь нужно зайти. Так. Это вот дома первая линия. А нам нужна вторая линия. Они, конечно, не такие красивые и нарядные. Вторая линия домов. Но тоже кирпичные хорошие. Там стены такие толстые. Летом здесь хорошо. Все зелено, наверное. Вот он, 12-й дом. Спортивная площадка. Он такой попроще, конечно. Чего его наряжать? Чем дальше от дороги, тем здесь хоть такие эти углы и облицовка. А здесь они решили вообще не заморачиваться. Самое главное, чтобы внутри было. Ой, все хорошо. Дорожки почищены. Вон экскаваторы работают. Дорогу убирают. И эта дорога не сразу. Да, здесь вот бурку сразу. На остановку сразу доехать можно. Смотрите, они, наверное, сами. Да, в общем, я даже снимать не стала. Это просто тихий ужас. Это вот просто, я не знаю. Вот за такую цену, за которую они хотят продать. Знаете, ну за столько же вот мы смотрели квартиры. А вот я хоть снимала, там маме показать. А это даже снимать. Я с порога как зашла, все уже было понятно. Там эти панели отходят с потолка. Вот приклеивают вот эти вот пластиковые или пенопластовые панели. Все с потолка отваливается. Обои все отваливаются. Там ванны, туалеты. Для меня вообще отдельная тема. Это там полностью капитальный ремонт нужно делать. И трубы, и кафель снимать. Потому что это с советских времен. Это вообще, наверное, когда мы эти построились, это все так и стоит. Вот. Плюс, конечно, роль играет. Плюс еще роль играет. Это то, что там квартирантки живут. Ну, казалось бы, девчонки, но... В общем, все висит. Нижнее белье кругом. Вообще, слов нет. Даже на кухню не стала заходить. Я побыстрее уже встала возле порога. Обувь одела и стала побыстрее бы выйти оттуда. Ну, да. Ну, вот район-то хороший, нормальный, тихий. Подъезд хороший. Но сама квартира, конечно, не будет. Куда идем? Куда дальше пойдем? Все? На сегодня все? Для разнообразия заглянули в фикс прайс. Нужны обложки на книжке. Я говорю, мне нельзя тут останавливаться. Сейчас что-нибудь возьму. И встала. Встала. Вот, видите? Вот такой же мне надо. 299 рублей. Все интересно. Ой, это ли они что, шарики надувают? Прикольно. Накладные ногти. Только почему-то по три ногтя. Стразики. Тоже что-то для ногтей. Трафареты какие-то. Апельсиновые палочки. Смотрите, стаканчики какие в виде елочной игрушки с трубочкой. Закупили сладости в диксиев. Зашли на почту, ой, в диксиеве. В фикс прайсе. Зашли на почту посылку забрала с этого, с Алиэкспресс. И забрала гелакферы. Скоро ждите распаковочку. Распакуем. Вчера у нас было на ужин все без мяса, да? Сегодня просто кури в час. Сегодня буду танцить. Это мне, кстати, Макс спирт купил на работу. 5 литров. 10. А, 10 даже. Ух ты. Насколько не хватит. И, короче, ужин был без мяса. И Макс хочет, говорит, мясо хочу, мясо хочу. Сегодня вот мы жарим мяско. Выпили с Танюха пиво. Папа говорит, что-то я захожу, говорит, у вас так весело. Ой, мне будет так. Всем привет. У нас новый день. За окном снег. Идет с утра. Нас Макс везет в поликлинику. С Растюхой. Мы уже вышли. Все хорошо. Но сказали все равно до 12 лет принимать йодамарин курсом. Три месяца пить, три месяца отдыхать. А так все в порядке. Я пришла на работу. Запыхалась. Зашла в аптеку. Зашла в Элдрис. Выкладываю свои посылки. Еще то, что я вчера на почте забрала. С Алиэкспресс посылка. С Фиорэ. Мандарин. С аптеки. Взяла еще йодамарин. Взяла Аквадетрим. Витаминки можно пить. С Вайлдберрис. Пакетики. Крафт пакеты. Не помню, что. А, гель. Гель взяла твердый. Что-то там еще положили подарок какой-то. Этот, который как пластилин. Показывает. Такое взяла. Безворстовые салфетки и перчатки. Кончились. А, еще мне клиентка скинула дизайн на Новый год. Который бы она хотела. И там золотой гель-лак. Покажу сначала покупочки с Алиэкспресс. Быстренько. Сейчас пока время есть. Типсы пришли для выкраски. Ну, такие, как у меня. Стандартные такие миндалики. Миндалики мне больше нравятся, чем квадратики. Как раз гель-лаки Фиоры пришли. Буду выкрашивать. Пришли слайдеры. Наклейки. Это не слайдер. Наклейки. Это снежинки вот такие. Вообще на Алиэкспресс нужно заранее все заказывать. Вот так закладывать месяц. Если, допустим, снежинки, то это надо в октябре, в ноябре заказывать. Я сейчас уже заказываю на весну. Всякие цветочки, лепесточки. Вот такие. Вот я недавно говорила про вензеля. И вот, оказывается, я их заказала. Представляете? Я их уже и забыла. Потом вот эти наклейки у меня быстро разлетелись. Они тоненькие, хорошие. Такие под любой цвет подходят. Такие актуальные. Зеленые взяла. Вот голубых у меня не было. Голубые взяла. Или были, не помню. В общем, у меня там совсем чуть-чуть уже осталось. Все выбирают их. Вот. Видите, какие красивые, нежные веточки. Вот так попробуй нарисуй. Не нарисуешь. Вот так тоненько, так нежно, воздушно. Вот такие веточки взяла. Вот такие веточки взяла. И вот это с другого магазина. У него оценка 2,9. Столько негативных отзывов, что они не отправляют товар. Но все пришло. Я, кстати, оценку видела уже после того, как товар пришел. Вот такие красивые. Две штуки. Вот такие красивые. Две штуки взяла. Ну и вот такие вот одну штуку взяла. На Вайлдбери взяла пакетики. Очень нравятся они мне крафт-пакеты. Эти пакетики для ножничек. 75 на 150 миллиметров. Короче, сэрю. Отпустила клиентку. И опять же полигель. И опять же отслойки. Прям двух ногтей нет. А с остальных прям начинаю спиливать. Смотрю, материал прям так хлюпает. Ходит туда-сюда. Прям со всего ногтя вот так пленкой сходит все. Вот это ириск. 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 По-моему полигель. Что за ерунда такая. Либо подложка не подходит. Но подложка, вот эта подложка. То, что я делаю под все базы, под все гели. Почему не подходит эластичная? Может быть туда какая-то другая. Типа Умна Стронг нужна подложка такая. Жесткая. Не знаю, но честно говоря, желания больше экспериментировать с этим материалом нет. Вот три клиентки, кому я укрепляла. И все, у всех, у троих вот прям одинаково все сходит. Не без ногтей приходит. И вот так пленкой все. Вроде начинаешь спиливать. Материал твердый, хороший. Все спиливается как полигель. А потом, когда доходит дело до подложки, то все. Он прям отходит. Короче, не советую. Либо что-то другое нужно подбирать под него. Цветнички стоят. Как мне хочется их выкрасить. Синие я все выкрасила. Я заказала все синие. Ну и почти все. Там все выбрать невозможно. Столько синих у Фиоры. Но большинство я самую красивую выбрала. Синие. Именно хочу показать дизайн. Синими гель-лаками делаю видео. И вот пять штучек вот они лежат. Это новинки у Фиоры. И не буду вам показывать. А то потом не будете смотреть мои нотевые видео. Ну сейчас, ладно, один покажу. И вы будете уже понимать, о чем я говорю. Сейчас я вам покажу. Вот такой гель-лак. Они очень красивые. Прям вообще бомбезные. Клиенты выбирают эти. С поталью золотой. Выбирают вот эти лаки. Есть базы такие. Есть вот гель-лаки такие. Заболтали сейчас с клиенткой. Она меня просила блестки сделать на красный цвет. А я забыла совсем. Уже топом покрыла. Уже все отправила. И руки мыть. Она говорит, вообще-то я хотела блестки. Я говорю, блин. Говорю, давайте, ладно. Говорю, сверху. Она говорит, не отвалится. Я говорю, ну отвалится. Будем знать, что отвалились. Больше так делать не будем. Ну в общем попробуем. Не знаю. Надеюсь, что все будет держаться. С блестки они, по-моему, на чем угодно будут держаться. Пока там деньги лежат, я вам показываю. Я в прошлом видео жаловалась на Настюху. То, что она не хочет делать уроки. Английский трек получила. Вообще лентяйка стала. Уроки делать не хочет. Вечером того же дня мне учительница пишет, что Настюха прошла отбор на муниципальную олимпиаду. Завтра олимпиада в 10 утра. Будет в другой школе проходить. Вообще так волнуемся. Настюха волнуется. Мам, чем мне повторять, чем мне повторять? В нашей школе мы проходили раньше олимпиады, но не по математике. Мы там, по-моему, по окружающему миру что-то такое мы проходили. Ну, просто там какой-то сертификат об участии давали. А это не было никакого отборочного тура. Может быть, они как-то там по оценкам смотрели. Ну, короче, только два человека с класса. Настя и там еще один мальчик. Завтра идут вот они в другую школу писать олимпиаду, муниципальную олимпиаду. Вот как. Все, ладно, у меня батарейка села на камере. Батарейка садится на телефоне. 5% осталось. Так что я побежала, мне надо в магазин зайти. Тут у меня все потеряют. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА